Ресурсы под контролем. Как сэкономить деньги и расход энергии. Автоматика на вооружении коммунальных служб. Первый в республике тепловой индивидуальный пункт уже заработал. Миллионы набычков и ставки на новые породы. Кабардино-Балкария наращивает объемы животноводства. Талантливых детей в Эльбруском районе на больных и здоровых не делят. Особый ребенок. Экспериментальный проект тернауских педагогов. Теперь подробнее. В рамках проекта «Государственный час» Казиму Инаев сегодня встретился со студентами инженерно-технического факультета КБГУ. Вместе с исполняющим обязанности министра по делам молодежи султаном Хажирока он отвечал на вопросы будущих инженеров и строителей. Тему для разговора обозначили сразу. Интересовала учащихся вуза практика студотрядов. И возможность участия в этой программе выпускников непрофильных отделений. Как оказалось, Казиму Инаев когда-то сам заканчивал именно этот факультет. Поэтому разговор с молодежью получился неформальным. Профессия строителя во все времена одна из самых востребованных, заметил исполняющий обязанности вице-премьера. На ИТФ сегодня обучают по шести специальностям. Студенты строительных направлений этим летом имели возможность попрактиковаться в стройотрядах. А как же быть инженером, который изучает робототехнику и электронику? Вице-премьер обнадежил. Практика в лучших промышленных компаниях республики будет обеспечена. Он берет это под личный контроль. Я бы попросил, если кто-то захочет с инициативой выйти, просто собрать там несколько человек, я сам могу поехать туда с вами вместе, проехать на СФК Фринген, на Терекалбас. То, что вас интересует, вы своему декану скажете, да, мы вместе этот вопрос проработаем. Мы определим ответственность. Другой вопрос о предоставлении оборудования для разработки тех или иных проектов. Может ли государство помочь молодым ученым? Ответ – может. Но только в том случае, когда этот проект имеет определенную значимость и пользу. Встречей обе стороны остались довольны. Диалог между властью и молодежью состоялся. К другим темам. Сегодня в Нордкале открыли мемориальную доску в память о старшем инспекторе охраны объектов органов государственной власти Артуре Тохове. Напомню, майор полиции погиб от рук преступников 5 июля прошлого года. Ему было 38 лет. Участие в траурном митинге приняли руководство Министерства внутренних дел, депутаты парламента, представители общественности, родные и близкие. Установить памятный границ с именем сотрудника, тогда еще милиции, на доме, где жил Тохов, решили местные власти совместно с МВД республики. А сам митинг проходил на месте, где он погиб. Майор возвращался домой, когда боевики открыли по нему шквальный огонь. Он пришел в органы внутренних дел в январе 99-го, служил в ОМОНе, после работал преподавателем в Нальчикском филиале Краснодарского университета МВД. Подразделение охраны органов госвласти перешел в 2006-м. Неоднократно поощрялся за успехи в работе. Работая с ним, не надо было оглядываться, отметили на митинге. Его твердое плечо всегда было рядом. Продолжаем выпуск. Тепло под контролем. Общедомовые приборы учета и энергоресурсов должны появиться в каждом многоквартирном доме. Основанием для этого стал 261-й федеральный закон. Счетчики помогут не только снизить потери тепла, воды и газа, но и сэкономить немалые деньги владельцам квартир. В ряде регионов страны пошли еще дальше и стали устанавливать автоматизированные индивидуальные тепловые пункты. Правда, пока в пробном режиме. Попали в пилотную программу и жильцы одной из многоэтажек Нальчика. Так называемый ИТП в их доме уже заработал. Как автоматика помогает коммунальным службам, знает наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. В этом доме по проспекту Шагинцукова проблем с отоплением нет. Совсем недавно здесь установили индивидуальный тепловой пункт, сокращенный ИТП. И теперь температура воздуха в квартирах регулируется автоматически. Чем холоднее на улице, тем интенсивнее работает прибор. Кроме того, благодаря точному учету потребленной тепловой энергии, оплата за нее минимизируется. А в случае неполучения услуги доказывать свою правоту потребителю уже не придется. Поставщики услуг дают, мы получаем, не получаем. Приходилось актировать, доказывать, что там где-то что-то не получали. Данная аппаратура дает нам возможность учитывать, сколько чего мы получили, контролировать качество. Помимо счетчика, новые ИТП оборудованы еще и теплообменниками, которые фактически разделяют системы котельной и жилого дома. Раньше для устранения аварии в одной из многоэтажек надо было отключать и все остальные. Целый микрорайон мог остаться без тепла и горячей воды. Теперь автоматика сама найдет дом, в котором случилось повреждение, и достаточно будет перекрыть всего один распределительный узел. Если у нас происходит какая-нибудь утечка, порыв, батарея или кран сорвала, ну, различные бывают причины аварии неполадок, то на котельную это уже не повлияет. В этот момент котельная не остановится. Теплоэнергетическая компания новое оборудование установила за свои средства. В качестве эксперимента стоимость одного ИТП до 700 тысяч рублей. А только в Нальчике больше тысячи многоэтажек. В перспективе жильцам придется самим платить за приобретение и установку теплового пункта. Сделать это можно в лизинг. Понятно, что без помощи властей сделать это невозможно. В ряде регионов страны муниципалитеты выступают гарантом выплаты стоимости оборудования. Цена же распределяется на всех жителей поровну и выплачивается в течение пяти лет. Но даже при таком раскладе экономия средств для рядового абонента составляет 15%. Если бы мы постепенно, взяв одну котельную, во все жилые дома начали бы устанавливать такие ИТП, мы бы могли после этого высвободить достаточно большое количество оборудования, которое располагается в наших центральных тепловых пунктах. Устанавливать тепловые пункты не обязательно. Тем не менее, выгоды обеих сторон налицо. Экономия средств, качественный расход энергии и прочее. Однако большинство жителей многоквартирных домов пока не готовы консолидированно решить. Поставить пусть и не дешевое, но качественное оборудование один раз и получать регулярно тепло или и дальше испытывать неудобства. Альберт Корцаев, Асламур Захандоха, Вести Кабардино-Балкария. К новостям ОПК. Больше 100 миллионов за лучшие проекты в области мясного скотоводства. Минсельхоз Республики в рамках целевой программы развития отрасли уже поддержал 24 бизнес-идеи. В числе участников – сельхозкооператив «Ленинцы» Майского района. Хозяйство, внедряющее современные технологии выращивания скота мясного направления. Под новых бычков казахской белоголовой породы здесь начали ремонт животноводческих корпусов. Обещают реконструировать и откормочную базу. Наш специальный корреспондент Сафар Гириев о примере прибыльного сельхозпроизводства. Почти 600 тонн мяса в живой массе выращено в кооперативе «Ленинцы» с начала года. Причем львиная доля продукции приходится на ферму откорма молотняка КРС. Вот эти бычки приобретены, можно сказать, с экспериментальной целью. Если казахская белоголовая зарекомендует себя хорошо, дальше упор будет делаться именно на эту породу, говорят специалисты хозяйства. Пока на откорм поставлено 100 голов молотняка. Это впервые мы такое количество и такую породу приобрели. На данный момент ведется реконструкция бывшего корпуса под площадку для откорма, специально для вот этих бычков. Они у нас уже находятся полтора месяца, и мы их взвешивали, и они получили привес порядка 1,250 кг. Это выше наших показателей. По ферме у нас где-то в среднем 800 грамм привес. Совсем скоро молотняк переведут в обновленные корпуса. Реконструкция старых, не действовавших ферм ведется по ведомственной целевой программе развития животноводства. На строительство откормочной площадки на 190 голов выделено 8 миллионов рублей. Построили коровник вот этот, еще другие объекты там сделали. Пусть привали, все нормально. Пока погода будет, это надо закончить все. Стараемся. Реконструкция ферм – один из 24 бизнес-проектов, которые реализуются в республике в рамках целевой программы. Удерживать позиции отраслевого лидера ленинцам удается не только благодаря господдержке. Изысковать резервы для развития позволяют и цены на продукцию, сложившиеся в последнее время. Есть прибыль, а значит и возможность направить часть средств на племенную работу и внедрение достижений науки. А переработка сырья на месте в колбасной цеху сельхозкооператива повышает рентабельность в разы. Только за 9 месяцев текущего года труженьками ферм выработаны продукции на сумму около 100 миллионов рублей. И понятно, стремление руководства сельхозпредприятия продолжит курс на наращивание объемов молочной и мясной продукции. Крэйс, который стоит в этом корпусе, – хорошая подспорья в решении важной продовольственной задачи. Таланту болезнь не помеха решили педагоги Тернауза и для детей с ограниченными физическими и умственными возможностями придумали необычную программу развития. Ресурсный центр на базе городского детского сада стал экспериментальной площадкой инклюзивного творческого образования. Единственной в округе. Проект эльбрусских учителей «Особый ребенок» уже получил одобрение коллег и грант от Минобраз страны. Фатима Магомедова о том, как искусством пытаются победить болезнь. Недетский взгляд, повадки старичка и удивительная тяга книгам. Он еще не умеет читать, но любит разглядывать иллюстрации. Маленький Илья декламирует стихи, даже поет уже много. Если учесть, что еще год назад ребенок говорить не умел. Илья, Элина, Милана и свыше 30 других воспитанников центра учатся воспринимать этот мир по-новому. У каждого свой сложный диагноз и невообразимая тяга к жизни. Бороться с трудностями детям и их родителям теперь помогают специалисты. В 2005-м творческой группой педагогов был разработан проект социального образования «Особый ребенок». А уже в этом ресурсный центр приобрел статус экспериментальной площадки. Именно инклюзивное образование дает возможность каждому ребенку определить свои достоинства и пользоваться равными условиями. Право на образование в России имеет каждый, однако для малышей с тяжелыми нарушениями развития практически нет детских садов. Сейчас в России около 600 тысяч детей-инвалидов, а так называемых интегративных садов – единицы. Центр «Особый ребенок» на Северном Кавказе единственный. Два года реабилитации здесь и Илюша пошел в обычный детский сад. В каком вагончике будет жить банан? Вместе шагаем. Ба-на. Сколько шагов? Два. Положи туда картинку. Развиваю все стороны речи – звуковую, лексико-грамматическую сторону речи, чтобы дети могли свободно изъясняться, выражать свои мысли и познавать окружающий мир. Учиться говорить им несложно. Более того, интересны ролевые игры, массаж, работа с логопедом-дефектологом и налицо результаты. Самый главный результат нашей работы – это те дети, которые стали выпускниками и пошли в обычные детские сады и в обычные школы. Мы хотим создать такой комплекс для детей с ограниченными возможностями, которые бы пользовались все дети всех возрастов. Помещение для апробации проекта выделил первый лицей Тернауза. Шестой детский сад принял нескольких воспитанников центра. Учиться с обычными ребятами теперь будут Ильина, Милана и Илья. Инициаторами изменений в системе образования нередко выступают родители таких малышей. Сегодня эту роль взяли на себя педагоги. Каждый день они борются за их будущее, расширяя границы прав и возможностей для детей, и не только особых. Фатима Магомедова, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария. И последнее. В Кабардино-Балкарии готовятся к сходу лавин. При Эльбрусе, в верховьях долины реки Баксан, Поляна Чигет и Терскол – вот наиболее опасные участки в республике. В их пределах находится 35 так называемых зон риска. В случае схода снежных лавин именно здесь могут быть человеческие жертвы и, возможно, нанесен ущерб объектам социальной инфраструктуры. Специалисты Главного управления МЧС России по КБР в потенциально опасных районах готовятся к зимним угрозам. В Терсколе для оповещения населения уже установлен усилитель громкоговорящей связи. А в верхнем Баксане при угрозе схода снежных лавин сирена оповестит туристов и местных жителей об опасности. Предупредительные знаки и информационные щиты на всех участках уже есть. Эльбрусский военизированный противоловинный отряд Северокавказской военизированной службы инструктирует о правилах поведения в горных условиях отдыхающих туристов. Это все, о чем мы успеваем вам рассказать. Новый репортаж уже в 17.30. Следите за новостями Кабарина Балкарии вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok